Всем привет! Сегодня приготовим с вами вкусную домашнюю пиццу с двумя начинками. Рецепт очень простой и доступный, а результат не хуже, чем в ресторане. Для начала приготовим тесто. В миску выливаем 300 мл теплой воды. Сюда же отправляем 1 неполную чайную ложку соли и 2 чайные ложки сахара. Сюда же отправляем 1 чайную ложку сухих дрожжей. И всыпаем 350 г просеянной муки. Сегодня я покажу простейший рецепт без замеса руками. Допустим, у вас нет тестомеса или хлебопечки, которые могли бы замесить тесто, а руками замешивать тесто не хочется. Вот, пожалуйста, на заметку возьмите данный способ. Просто перемешиваем муку с водой. Очень удобно это делать с помощью силиконовой лопатки, а можно и ложкой. Когда мука с водой смешались, добавляем 3 столовые ложки растительного масла и продолжаем просто вот так вот перемешивать, как показано на видео. Переворачиваем тесто, прижимаем ко дну, размазывая как бы. Еще раз переворачиваем и снова размазываем, переворачиваем, размазываем. Очень просто. Мука бывает разная, поэтому на 300 мл воды может потребоваться от 350 до 400 г муки. А также на качество теста влияет содержание в муке белка и клейковины. Готовое тесто выглядит вот таким образом. Накрываем мисочку крышкой и отправляем для подъема в теплое место на 1 час. В помещении, где поднимается тесто, не должно быть сквозняков. Очень хорошо оно подходит в закрытой духовке со включенной лампочкой. То есть лампочку включаем, а температуру не трогаем. Прошел час, тесто увеличилось, стало пупырчатым. Теперь необходимо его обмять и выливаем тесто на рабочую поверхность, обильно присыпанную мукой, так как тесто очень нежное и липкое. С помощью силиконовой лопатки либо ложки аккуратно обваливаем тесто в муке со всех сторон. Рецепт этого теста я позаимствовала из знаменитых осетинских пирогов. Очень нежное, мягкое, вкусное тесто. Затем разделяем тесто на две части. Данного количества хватит на две пиццы диаметром 25 см каждая. Затем тесто необходимо накрыть полотенчиком либо целлофановым пакетом и дать отдохнуть минут 15. За это время готовим начинку. Начинка может быть любая. Первая пицца у меня будет типа маргариты с помидорами и сыром. Перекладываем лепешку на пекарскую бумагу, либо сразу на противень и растягиваем ее. На краешке особо сильно давить не нужно, там могут образовываться такие приятные пузырьки внутри. Затем лепешку смазываем любым кетчупом, либо томатным соусом. Выкладываем томаты. Сверху томаты нужно слегка присыпать солью и можно посыпать сушеным базиликом. Сверху присыпаем сыром и отправляем эту пиццу в разогретую духовку. Я разогрела духовку до 230 градусов и отправляю на 7 минут до зарумянивания. Вы смотрите по своей духовке. Например, в другой духовке я пеку при этой же температуре 15 минут такую пиццу до такого состояния. Готовую пиццу я сразу же перекладываю на решетку, убираю пекарскую бумагу. Пицца очень горячая и на ровной поверхности она может отсыреть снизу. Теперь приготовим вторую пиццу. Вторая будет с колбасой и сыром. Точно так же переносим лепешку на пекарскую бумагу. Присыпая тесто мукой, растягиваем, сильно не надавливая на края. Смазываем тесто кетчупом, либо любым томатным соусом. Присыпаем сыром. Сверху выкладываем колбасу. И также отправляем пиццу в разогретую духовку до 230 градусов. У меня это тоже 7 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Вообще пиццу нужно запекать на максимально возможной температуре до румяности. Вот такие румяные, аппетитные, вкусные и ароматные пиццы в итоге получились. Готовятся они очень просто. Одна вкуснее другой. Та, которая с помидорами, получилась очень сочная. Помидоры дают такой сладковатый вкус. Очень классно. И посмотрите, как хорошо пропеклось тесто. Та, которая с сыром и колбасой, тоже прекрасный вариант. Классический, я бы сказала. Спасибо, что остаетесь со мной. Смотрите мои видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!